Реакт редакции, знать будешь круто Айтика, айтика, камаз утра Здорово, друзья, здорово, самураи! Ну что, продолжаем бомбить мой авторский курс Реакт Путь самурая Вы самураи, потому что вы дошли до Офигеть, какого уже по счету выпуска, ребят Еще немного, еще немного, и в принципе все И вы можете сказать, что я готов к работе Потому что если В компании будет использоваться Реакт плюс редакс То значит там примерно Очень будет похожий подход И вы сможете сориентироваться Вас не испугает хок, вас не испугает композ Вас не испугают пропсы, вас не испугает коннект Вас не испугают редюсеры, экшн крейтеры, санк крейтеры А пишка отдельно, вынесенная куда-то в сторону Вас это все не испугает, и вы это все поймете Или же вы даже наоборот задетектите, что чего-то Чего-то не хватает в этой архитектуре Красивой, которую вы знаете Кто-то там, вот кто-то там, где на проект вы придете Там могут полениться и не сделать Даже вот такую вот, такую тему, да Пример, живой пример Студент мой приходит на работку Там опытные ребята пишут Опытные ребята-разработчики Но не следящие вообще Ну как бы ленивые, скажем так Ну как ленивые, мы все устаем Уставшие, да, разработчики Вот так скажем, уставшие То есть они делают запросы с помощью jQuery, друзья jQuery Окей, jQuery, ничего плохого в этом нет Скажете вы, окей, согласен Если бы хотя бы использовать Deferred, которые Фиг знает, когда появились объекты Типа аналог промисов Ладно, а потом даже и промисы еще поддерживает jQuery Нет, они делают это с коллбеками То есть они делают аяк запрос Из компоненты Они делают аяк запрос Классический такой, да, как бы мешанина Из аяк запроса из компоненты С помощью jQuery и коллбеков То есть, ну, понимаете Я понимаю этих ребят Уставшие Ребят, надо Уставшие Когда ты растешь, растешь Ты потом устаешь от этой гонки За этими всеми штуками, штуками, штуками И все Поэтому вы придете в компанию И вы увидите, что где-то будет круче И вам надо будет разбираться А где-то будет проще И вы такие Так что, друзья, красавчики А сегодня мы бомбим статус Статус это не текстовая строка Где мы Смотрите, вот такую штуку Херячим на результат Клик делаем Мы с вами будем делать дабл клик Меняем, например Ставим восклицательные знаки И жмем сохранить Мы не будем сохранить Нажимать, мы будем просто убирать фокус В сторону отводить И оно у нас будет меняться Здесь, видите, не меняется Здесь надо именно нажать сохранить А мы будем именно убирать фокус И менять при убирании фокуса Сохранять Хотя нет, может быть, тоже сделаем Сохранить как в ВК А при убирании фокуса Просто будем ничего не делать Возвращать назад Да, так даже интереснее Придется нам еще немножко Покрутить, повертеть О, да, это гораздо интереснее Сто процентов Так вот, друзья Кажется, типа Как бы какой-то фрагментик Но на самом деле Здесь мы столкнемся Со многими интересными вещами Типа локального стейта Именно локального стейта Типа там каких-то Короче, интересные вещи, ребят Я сейчас сам толком не знаю Может быть, как-то что-то Я не так предвижу Но погнали бомбить Давайте сделаем заготовочку То есть прежде чем Отправлять запрос на сервак Будет и так далее Сделаем такой тоже подход Здесь в ДДД ДДД Домен Драйвинг Девелопмент Очень рекомендую вам Подсчитывать эту тему Время от времени Так в фоне Книжка, которую Эрик Эванс, по-моему Автор Можно ее читать Можно статьи на Хабре Читать или на Medium На эту тему Но читать надо Они про архитектуру Построение приложений Про промышление Про бизнес Опять же Домен И там написано Есть такой подход Как бы ты пишешь Код И ты как бы Не думаешь Про сохраняемость То есть Ты проектируешь так систему Что ты не паришься Где же она там будет сохраняться Где она там будет сохраняться Да пофиг Где она будет сохраняться Вот И пишешь просто Свою систему Проектируешь таким образом Потом Окей будет в базе данных Окей будет запрос На опишку Куда-нибудь Будет там что-то Где-то как-то Ты проектируешь логику Логика ядра Самое главное Блл Да я его назвал Бизнес-лоджик-лэйер Ну что Поехали друзья А то заговорились Давайте найдем нашу компоненту Профайл Профайл И отрисуем там Какой-нибудь текст Май профайл инфо Май пост контейнер Май профайл инфо Не май просто Профайл инфо Здесь картинка Вот эта большая картинка Которая меня подбешивает Честно говоря Но Исторически я ее добавил Она вот здесь присутствует Давайте я ее закомментирую Потому что честно говоря В опишке даже нет метода Который Будет ее менять Есть только Метод который меняет аватарку И мы ее пока Удалим Так Почему-то меня постоянно Редиректит на логин Смотрите Я обновляюсь Редиректит на логин Странно Если бы была бы засчитана Профайл Почему-то Редиректит на логин Это из-за тех защит Которые мы там Пронаставляли Давайте посмотрим АПП Компонент АПП Джесс Здесь мы рисуем Профайл Профайл К контейнерную компоненту И мы говорим With АУС Редирект С Аутентификационным Редиректом А и в начале Мы запросами Короче мы это обработаем Ребята Эти все Редиректы Немножко такая Мутная тема Там нужно говорить 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 Мы к этому Придем Пока еще Потерпите Как-нибудь Она у вас Работает Как-нибудь Пусть работает Можете сами Конечно Пострадать Помучиться Но узнайте Энергии Высасет У вас это много Поэтому я просто Вообще Закомментирую With АУС Редирект Можно на страничку Профиля Можно попадать Не за логиненому Пользователю Особенно если Ты попал на чужой Профиль Который хочешь Просто просмотреть Все Убрали мы эту Большую картинку АВА плюс Дескрипшн И вот здесь Там где у нас АВА плюс Дескрипшн Мы сейчас С вами Добавим Добавим Статус Сразу Да мы понимаем Что ребят Сразу мы понимаем Что статус Это какой-то Какой-то элемент Умный элемент Которым можно Кликаться Он превращается В что-то другое В нем происходит Какая-то жизнь В нем что-то Что-то То есть мы уже Должны Логически подумать Что мы не имеем Права это пихать В профиль Мы сразу Должны Сразу Должны Сделать Выделение В отдельную Компоненту В отдельную Компоненту И мы говорим Статус Статус Ну профайл Статус Профайл Статус Давайте так Назовем И давайте Создадим Эту компоненту Альт Энтер Кости говоря Вот мне кажется Нельзя Вообще Есть много Я отдельно Их прокачаю И вам расскажу Сто процентов Расскажу Ребят Может быть В отдельном Видео Не связанном С путь Самурая А я очень Скоро запущу Отдельный Плейлист По реакту Потому что Меня прет И мне хочется Этого Давайте Показим Так Профайл Статус From From Профайл Статус То есть Сюда же Мы положим Этот профайл Статус В профайл Инфо Мы сейчас Находимся В профайл Инфо В профайл Статус Прямо сюда И положим Организация Файловой Структуры Ребят Вот это Религия Это уже Религиозный Вопрос И мы Сейчас Altender Create Файл JSX Видите Altender Он предлагает Мне создать Файл И немножко Как будто Я там Что-то Выиграл Добавить Его В этот В репозиторий Который Я потом Вам Закину Я сейчас Вот так Скопирую Да Давайте Давайте Я все Скопирую Профайл Статус Профайл Статус Профайл Статус Модули Я оставлю Да Будет у нас Редактироваться Крутилку Показывать Тоже уместно Где-то там Когда Ну пока уберем Лишнее все уберем Ладно Пока все уберем Называем Профайл Не инфо Профайл Статус Профайл Статус 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 Профайл Статус Смотрите Смотрите Какая Ребят Какая Штука Мы Будем Сейчас С вами Изучать Локальный Стейт Локальный Стейт Как он Работает Я вам Сейчас Об этом Расскажу Несколько Концептуальных Важных Вещей У нас Здесь Смотрите Какая Штука У нас Здесь Получается Спан В нашем Статусе Который Должен Отобразить Что-то Что Приходит В Пропсах Статус Да Мы Помним О том Что Сами По себе Знания Как бы Не хранятся Здесь Они Приходят Извне Мы Стараться Должны К этому Всегда Стремиться Что Данные Приходят Извне 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 Помимо Спана Помимо Спана У нас Еще Будет Давайте Я Сделаю Такую Одну Пустую Фрагмент И внутри Создам Две Другие Дивки Две Другие Дивки Друзья Когда я Делаю Дивки Можно Блочный Элемент Блоки Разделение На блоки Это Структурная Организация Проекта Ты Просто Огруппируешь По частям Я Где-то Там Что Я Делал Добавление MyPost Это Организация Структуры Это Не Проверстку Див Кнопку Можно Было Рядом Положить Экстерия Можно Было Положить Рядом Кнопочку Рядом Положить Экстерию Рядом Положить Кнопочку Да Переход на новую строку И тогда Было бы Этот Display Inline Блок Блочный Сделать И он бы Перешел Новую строку Но Важный момент Я хочу Например Я так привык И чаще Это оправдывает Это оправдано Группировать По дивкам Потому что Я например Хочу Эту кнопку Потом Выровнять Посередине Я хочу Вокруг кнопки Создать Какой-нибудь Фон Панелька Кнопок Я хочу Сделать Между Много Чего Хочу Вокруг Самого элемента Поэтому Как бы Да Я Придерживаюсь Картинки Чаще всего Такого подхода То же самое Делаю здесь Только у нас Здесь уже не Спан будет А Input В качестве Валю Которого Будет Тоже Тот же Самый Статус Который Отображался И в Спане Давайте Посмотрим Что у нас Появилось На экране Статуса Никакого нет Поэтому Ничего Не Видим Окей Давайте Сделаем Давайте Сделаем Следующее Давайте Сделаем Вообще Говоря Я бы Еще Здесь Даже Диф Добавил Диф Со статусом Класс Нейм Статус Но не будем Выравнивать Чтобы с правой Стороны Структурно Организационно Как программисты Мыслим В первую очередь Поверстки Когда-нибудь Потом Наверное После сотого Выпуска Мы сядем И успокоимся И просто Сделаем Какую-нибудь Красоту Может быть Я попрошу Свою коллегу Свету Этим Заняться Вопросом И вы Вместо Моей морды Будете Видеть Симпатяшку Светку Так Профайл Статус Профайл Инфо Передаем Профайл Статус Передаем Статус Так Какой-то Тестовый Пока Для Теста Для Вида Чтобы Что-то Бразил Hello Hello My Friends Hello My Friends Раз Два Три Видим Hello My Friends И Видим Hello My Friends И мы Понимаем Что-то Одно Должно Отображаться На Экране Что-то Одно Отображается Сразу Две Штуки Сразу Две Штуки А должно Что-то Одно При Клике Дабл Клике Сюда Это Исчезает Это Появляется При Убирании Фокуса Это Исчезает Это Появляется Мы Сразу Понимаем Что у нас Есть Какие-то Манипуляции С Изменения В UI И мы Сразу Вспоминаем Правило Номер Один Правило Номер Один UI Так UI Всегда Меняется Только После Изменения State То есть У нас Есть Какой-то State То есть Мы Когда Кликаем Сюда Что-то Диспатчится В State Потом Приходит Сюда И у Нас Элементы Меняются Местами Какая-то Переключалка В State И должна Быть Какая-то Переключалка Я Такие Переключалки Конкретно Для такого Случая Люблю Называть Edit Mode Edit Mode То есть Если у нас Edit Mode Edit Режим Редактирования False Если у нас Edit Mode False То тогда У нас Отображается Тогда у нас Отображается Ну In Span Если у нас Edit Mode True Тогда Отображается Input И наша Задача Каждый раз В глобальном State Менять Этот Edit Mode И мы Обычно Полезли Ребят С вами Это Делать Если бы Не изучали Тему Локального State Во всех Книжках Когда Начинается Изучение React Всегда Начинается Изучение С Локального State Какого-то Места Где Можно Хранить Какие-то Данные Мы Да Я Намеренно Обошел Эту Тему Потому Что В Больших Приложениях Локальный State Это Дополнение К Глобальному State Но Локальный State Игнорить Нельзя В Любом Случае Нужно Четко Опять В Идеале Нужно Размышлять Что Есть Данные Глобального State Какие-то UI Данные Которые По сути Не сильно Уж Имеют Значение Не сильно Уж Имеют Значение Как глобальный Какой-то Источник Правды Соответственно Ребят Присутствует В компонентах Присутствует Локальный State Идея Этого Локального State Такая Локального State Такая Будь то Хуки Будь то Классовая Компонента С ее Set Мы будем Использовать Класс Вот сейчас Сначала Потом Дальше Мы будем Идея Локального State Что у нас Есть компонента Смотрите У нас Есть Компонента Другая Компонента Вложенная Третья Четвертая Во-первых Да Во-первых Напомню вам У нас Есть глобальный State И когда Мы когда С вами Только Начинали Зачать Redux Мы когда В глобальном State Делали Какие-то Изменения Мы с вами Подписывались На эти Изменения Store Subscribe И перерисовывали Все Вот это Вот дерево Все Это дерево Перерисовывали Естественно Это неэффективно Да Мы знаем Кто знает Что там Все дерево Не перерисовывается Virtual DOM Только создается Новый И так далее Но все равно Лишняя работа Происходит И когда мы С вами Подключили Connect То вот эти Вот стрелочки Которые имитируют Да В моем случае Сейчас Subscribe Connect Делает Когда мы Коннектим Какую-то Отдельную Компоненту Каждая Вот эта Контейнерная Компонента Созданная С помощью Connect Хока Connect Создается Подписывается Дополнительно Подписывается И обновляет Перерисовывает Свою компоненту Только в том случае Если изменилось То что От чего Зависит Через map State to props Эта компонента Мы об этом Еще будем Подробно Говорить Когда будем Изучать Селекторы Но вкратце Так Вкратце Так То есть уже Connect Как бы Позволяет Оптимизировать Нам эту движуху Но Помимо того Что у нас Есть этот Глобальный State У нас Также Ребят С вами Есть еще И Локальный State Идея Локального State Такая Любая Компонента Классовая Но сегодня Уже Функционально Может определить Свой Локальный State То есть Локальный State С которым Собственно Говоря Только Она И работает Но с Которым Действуют Такие же Правила Круговорота То есть Если Моя Компонента Что-то Изменит В этом State В своем State То есть Это она Компонента Она Владеет Этим Статом Она Изменила Она Перерисовалась Очень удобно Согласитесь Она Перерисовалась И при этом Локальный State Да В некоторых Случаях Может оградить Наш глобальный State От Засирания Скажем так От создания Такой Помойки Когда Какие-то Данные Которые Являются Не бизнесом А являются Просто Каким-то UI Моментом Например Раскукоженная Менюшка Или Скукоженная Там Ховер Эффект Менюшка Появилась Не появилась Статус Например Наш Сейчас Находится В режиме Отображения Или В режиме Редактирования Да Как бы Это Такая мелкая Такая фигня Локальная Для этой ситуации Что бизнесу Всему приложению Да Всем другим Как бы Частям Приложения Об этом Знать Как бы Edit Mode Для статуса Да Какая разница В каком-то Статусе Находится Это Редактирование Этого статуса Да Какая разница Да Глобально Какая разница Тут вопрос Философский Ребят Где состояние Конкретного Конкретного Элемента Но мы будем Пытаться Как-то Анализировать Об этом По крайней мере Задумываться Потому что Об этом Задумываться Нужно Если вы хотите Дальше Развиваться И расти Соответственно Мы Имеет Локальный Статус Будем Использовать Именно его Да И вкратце Если Эта компонента Является Дочерней Для этой То естественно Локальный Статус Перезапускает Изменение Локального Стата React Если Видит Что То стоит Изменился React Перезапускает Рендер Для этой Компоненты Естественно Потом Все Дочерние Компоненты Тоже Перерисовываются Ну Как и в случае Вот здесь С коннектом На самом деле Если Мы Законнектились И мы Изменились А я А этот Компонент И является Дочерней То она Тоже Перерисуется Несмотря На то Что Она Законнекчена И она Лично Сама Не перерисовалась Да Тут ситуации Очень много С этими Отрисовками Перерисовками Оптимизациями Мы поговорим Значительно позже Когда Ну Не значительно Позже Ой Совсем Ну Как бы В рамках Наверное Стая этих Выпусков 100% Да Не Наверное 100% Так вот Друзья Нам надо Добавить Локальный State Так как Мы Используем Классовую Компоненту Давайте Сделаем Классовую Компоненту Классовая Компонента Profile Status Меняем Profile Status На Класс Класс Говорим Что это Класс Который Extends React Компонент В нем Есть Метод Рендер Который Возвращает Который Возвращает Разметку Вот так Вот Все Напоминаю Что класс Классовая Компонента Давайте проверим Что отображается Props Defined Правильно Потому что Уже This Props Классовая Компонента React Вообще Классы Нам в Джаваскрипте Нужны Для того Чтобы Создавать Однотипные Объекты Когда React Видит Что пытаются Отрисовать Классовую Компоненту Он создает Объект Для этого Классового Компонента Объект В памяти Хранится Раз в памяти И именно С ним Потом React Продолжает Движуху То есть React Постоянно Пинает Объект Говорит Дай мне Разметку Вот там Что-то Изменилось Компонент Дидма Он дергает Метод Жизненного Цикла Помните Всю эту Движуху И так как Есть объект У него Может быть То самое Состояние Потому что Объект В памяти Хранится У него Есть Локальный Свой State Может Храниться Понимаете Почему Именно В классовой Компоненте Он есть А функциональный Нет Функция Вызвалась Все Исчезло Опа Объект Он живет И в нем Можно Что-то Хранить Как Работают Хуки Функциональные Компоненты Где Хранится State Это Ой Это Такая Полумагия Ну Прикольная Полумагия Короче Давайте Создадим Этот State State Сегодня Создается Как Обычное Свойство State То есть Обычное Свойство State Вот Мы говорим Что у нас Есть У классовой Компоненты Локальный State В нем Будет Храниться Edit Mod Двоеточие False Изначально False Не Режим Редактирования Все Дальше Мы К этому State Edit Mod Давайте Таки Сделаем Давайте Эту Дивку Отображать Если У нас This State Edit Mod Если У нас True То мы Отобразим Если У нас Нет True То мы Отобразим Вот Эту Дивку А Если У нас Да Не Люблю Тернарные Выражения Здесь Мне Больше Нравится Разделить На Две Части На Две Части Вот Так И Сделать Вот Так С точки Зрения Микро 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 Скопической Микросекунды Это Дольше Но Зато Это Понятней Для Меня Да Вы Можете Своё Мнение На Точет Тоже Написать Если Понимаете Вообще О чем Я Сказал Так Ну Что Не Выравнивается Этот Мне Хотелось Чтобы Как То Это Внутрь Немножко Ушло Не Уходит Так Давайте Сделаю Так И Нажму Табуляцию И Здесь Так И Нажму Табуляцию То есть Если У нас Edit Mode Не Edit Mode Тогда Покажи Span Если У нас Edit Mode Тогда Покажи Input Давайте Проверим Видим Span Давайте Поменяем State Edit Mode На True И Увидим Видим Input То Что Надо То Что Надо Да Ребята И Опять Да Начинаем Анализировать И Так Удобно Да Действительно Очень Удобно Но Да Напомню Наши Первые Лекции Почему Вообще Локальный State Не Использовать Как основной State Вообще Приложение И Почему Не Использовать Локальный State Как Главный State Зачем Использовать То есть React Мы понимаем Что React Умеет Работать Со State Нативно Сам По Себе Нафига Использовать Какие Редакции И так Далее Потому Что Если Мы Будем Использовать Локальный State Вот Так Например Компоненты Компонент Дерево Компонент Да У нас Получаются Часто Такие Моменты Которые Назовятся Поднятие State То есть У нас Как бы Ну Смотрите У нас State Владеют Получается State Во-первых Размазан State Во-первых Размазан Получается По Компонентам Типа State Это Истина А Она Размазана У каждой Компонент И есть Какой-то Свой State Своя Истина И тут Представьте Такой момент Что Например Некоторым Компонентам Вот Например Компонентам Нужен Какой-то Общий Общий Вот Например Мне Нужен Оранжевое Значение Какой-то Там Список Условно Говоря Пользователей Первые Пять Пользователей И мне Нужен Список Первые Пяти Пользователей Но Блин Как бы Мы Дублируем Типа До Дублирования Получается И мы Начинаем Поднимать Этот State До Общего Родителя Поднимать Этот State До Общего Нет Не Общий Родитель И поднимается Аж сюда И этот Аж сюда Чтобы прокинуть Через Пробсы Не Дублировать И прокинуть Через Пробсы И вообще Так Получается Что Если Так Придерживаться Не Дублировать И как-то Централизованно Управлять Статом То Тема Выйдет Вот сюда И она Здесь И будет Сидеть А вообще Локальным State Управлять Не Очень Удобно Не Очень Удобно Поэтому Нам Нужен Какой-то Другой Инструмент В стороне State Management Мы Выбрали Redux Как Самую Популярную Систему State Management Но Для Локальных Вещей Маленьких Вещей Не Нужных Никому Кроме Этой Компоненты Вот Зеленый Кружочек С Кружочком Оранжевым Можно Использовать Локальный State Чтобы Не Засырять Глобальный State Так И Что мы С вами Сделаем Смотрите Какая штука Наша задача Теперь этот State Как-то Менять Как-то Менять Этот State Давайте При Клике Мы С вами Договорились При Клике На Текстовое Поле Span Мы Будем Менять Edit Mode С False На True Давайте Сделаем С вами Обработчик События Повесим На Span Доблклик Произойдет Выполню Вот эту Анонимную Стрелочную Функцию Давайте Сделаем Здесь Alert Hey И проверим Что Повесилось Все работает Сейчас я Edit Mode Поменяю На Обратно Струна False Обязательно Прежде чем Тестировать Нажатие И так далее Протестируйте Руками Меняйте Стоит Руками И тестируйте Что Разметка Реагирует Это По сути Такие Юнит Тесты Которые Мы Визуально Делаем Доблклик Увидели Hey Супер Работает То же самое Здесь В input Ну давайте До input Дойдем Наша задача Это Когда мы Используем Классовую Компоненту Желательно Не пихать Сюда Стрелочные Функции Да даже И в функциональных Компонентах Не люблю Когда много Кода В разметке В функциональных Компонентах Мы создаем Какую-нибудь Функцию Обработчик А в Компоненте Классовая Мы создаем Метод Создаем Activate Edit Mode Activate Edit Mode Создаем Метод Не таким Способом Если мы Создаем Таким Классическим Правильным Способом Создание Метода То у нас Когда мы Отдадим Этот метод Вот здесь Когда мы Отдадим Этот метод Через This Activate Edit Mode У нас Потеряется Контекст И нам Надо Либо Здесь Байндить Либо Байндить В конструкторе Либо Что и то И то Лишний Код Либо Объявить Метод С помощью Синтаксиса Стрелочной Функции Это По-моему До сих пор Еще Экспериментальное Какое-то Решение Но Его Юзать Я Супер Мега Рекомендую Потому что По итогу Все равно Оно Во что Тут Распилируется Хотя Байбл Я до конца Не знаю Надо Посмотреть Интересно Так Короче Вот так Вот Activate Mode И Что Делаем Что мы Здесь Делаем Мы Здесь Сейчас С вами Напишем Тоже Самое Alert Hey И Посмотрим Реагирует Ли Сейчас Тестируйте Маленькие Шаги Ребят Тестируйте Тестируйте Маленькие Шаги Чтобы Понимать Что Движуха Происходит Все Нам Здесь Надо Поменять У State Edit Mode На True This State Edit Mode Равно True Правильно State Это State Это This Часть Объекта Мы Меняем Edit Mode На True Давайте Поставим Поставим Здесь Дебаггер Так Сделаем Дабл Клик И Видим Что Edit Mode У Нас Так А для Меня Это Опять Новость Какая Дикая Уже Так Было Уже Так Было И Наверное Мне Нужно Просто Обновить Oh My God Тема Какая С чем Недоволен Что Если Объявляешь Метод Как Стрелочная Функция То Внутри Этого Метода This В режиме Дебага Не Отображается Как будто Он Undefined Но На самом Деле Он Не Undefined Так Отображает Система Компиляции И Нужно Обновить Версию Как То На Следующем И Я Это Сделаю В Здесь Я Говорю Что Bind This Мы С Биндом С вами Занимались Когда Насиловали Мозг На Выпусках 20 Тридцатый Или Какие Там Были Выпуски Так Давайте Посмотрим Еще Раз 12 Дабл Клик Опа И Видим Что Edit Mode У нас False Действительно Стартов Mode Edit Mode False И Мы Меняем Его На True Меняем Его На True Проверим Опа 10 Поменялся На True Но Пока Ничего Не Отобразилось Окей Может Надо Метод Законишься Нет Ничего Не Поменялось Визуально Понимаете Какая Штука То Типа Так Блин А State Обновился Должно Было Поменяться State Мы Обновили Ребят Скажем Так Втихаря 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 Сами Взяли Непосредственно Влезли В этот Объект И Его Немножко Для Других Сценариев И На самом Деле Это Метод Которого Надо Избегать Использовать Но Он Присутствует Мы Говорим Эй State Изменился Типа Force Update React Типа Мы Намекаем React Давай Перерисуй Ко Нас Заново Мы Сейчас Увидим Что Все Заработает Дабл Клик Опа Все Заработало Видите Но Ребята Опять Force Update Это Хак Которого Нужно Избегать Это На Крайние Случаи Когда Вдруг Если Почитаете О нем И Больше Не Используете А Как Изменить State Не Костыльно Чтобы Действительно React Отреагировал Для Этого Есть Специальный Метод Который Берется Передать Объект Которым Свойства Которого Перезапишут Те Свойства Которые Были В State Почему Я Так Говорю Замысловато Потому Что У нас Кроме Edit Mode Например Может Быть Еще Какой Нибудь Там Например Title Условно Говоря Yo Yo Title Yo А мы Хотим Конкретно Изменить Edit Mode Поэтому То есть Видите Мы не трогаем Мы не трогаем Title Поэтому Title Не перезапишется То есть React Автоматически Возьмет Этот объект И склеит Его с этим Объектом Перезаписав Те свойства Которые Здесь Мы Переназначили Заново Ну Это Склейка Объектов По сути Не будем Сейчас В сторону Уходить Все И Именно После Обновления SetState У нас Все будет Хорошо Смотрите Добл Клик Все Хорошо И Это уже Не Костыль И Ребята Важный Момент Который Задают На Любят Задавать На Собеседованиях The The State Ну Это Действительно Это Вообще Важно Понимать Мы С С С С Столкнемся SetState Console.log Console.log Давайте Введем Два Console.log Перед Изменением State И После Изменения State 12 Консоль Зачищаем Все Ctrl Shift Сейчас я Прижму В правую сторону Добл Клик И мы Видим False False Два Раза False Мы Вроде Поменяли На True Этот Console.log Должен Вызвать False True Показать Он Показал False Почему Потому Что SetState Асинхронен Это Значит Что Эта Строчка Выполнилась Показала False Потом Мы В Асинхронный Мир Отправили Задачу И говорим Вот там Измени State На Поменяй State Но потом 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 Когда я Закончу Работать Здесь В этом Методе Соответственно Мы По-прежнему Имеем Edit Mode False А потом Потом Когда Отработала Эта Функция Потом Там Где-то Срабатывает Таска Event Loop И все Такое Начинает Обрабатывать Эту Задачу По изменению State State Меняется И потом React Под это Изменение State Запускает Перерисовку Компоненты Запомните Set State Асинхрон Это значит Не моментально Сразу Он меняет State А Потом Когда Будет Там Очередной Цикл Асинхрон Запуска Ну Условно Говоря Как Аяк Запрос Мы отправляем Запрос У нас Ответ Не сразу А потом 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 То же самое Здесь Происходит Так Комментируем Эти Консоль Логи Это просто Запомните Комментируем Удаляем Вообще Точнее Так И поехали 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 Ну Deactivate Давайте Сделаем Сразу То есть Нам надо Activate И Deactivate Deactivate И меняем На False Можно было бы Сделать Toggle Да И как бы Менять На противоположное Я вообще Больше Предпочитаю Конкретику Такую Конкретику Чем Тогглы Ну Иногда Тогглы Если Сокращает Код Почему бы Тогглы Не использовать Тоггл Круто Пока Я сделаю Так И что Мы Ребят Сами Сделаем Мы Сейчас Сюда На Этот Input Повесим Событие On Blur On Blur On Blur Событие Срабатывает В тот Момент Времени Когда У нас Фокус В Элементе А потом Фокус Из Элемента Уходит И мы Говорим Deactivate Edit Mode И Тоже Сейчас Bind Вот Не думал Я Что Придется Bind Ну Ладно Лишний Раз Показал Вам Что Так Так Проверяем Опа Попали Фокус Сюда Фокус Назначили Сюда Назначили Фокус И Убрали Фокус И все Работает Как И Планировалось Но Есть еще Один Нюанс Нюанс Нам Хочется Чтоб Фокус Был Здесь Автоматически Сразу Чтоб Не Надо Было Кликать Да Так Должно Работать ВК Так Работает Мы Клик И Мало Тут Даже Текст Выделился Не будем А Фокус Поместим Сюда И Раньше Нужно Было Плясать С Рефами Мы Помним Реф Такую Штуку То есть Мы Могли Создать Реф На Этот Input И Потом Когда Появится Мы Могли Вызвать Нативную Джаваскриптовую Фокус Метод Нативный Джаваскриптовый HTML Метод Фокус Но Сегодня Есть Более Простой Способ По Моему Auto Фокус Вот так Что ли Сейчас Посмотрим True Наверное Вот так Автофокус True То есть Этот Input Когда Активируется Он Автоматически Заберет Фокус На Себя Что Будет Если У нас Будет Несколько Элементов С автофокусом Тут Можете Протестить Самостоятельно Дабл Клик Фокус Там Автоматически Убираем Дабл Клик Фокус Там В конце Автоматически То что В принципе Приемлемо И хорошо Все Друзья В принципе Это все О чем Я вам Хотел Сегодня Рассказать На Следующем Выпуске Мы С вами Попробуем Отобразить Настоящий Статус Можете Это Сделать Самостоятельно Можете Залезть в Есть Обновление Статуса Пут Да Про путы И про посты Я вам еще не рассказывал Мы только с вами До сих пор Делали Гет Запросы Сегодня Мы можем С вами Уже Сделать А Фоллоу Анфоллоу Или я вам Рассказывал Про фоллоу А Ну я вам Мы делали Посты Или запросы Но я вам Не рассказывал О некоторых Нюансах О которых Обязательно Должен Рассказать Потому что Ну Я все Разжевываю Я все Детально Рассказываю Поэтому Я об этом Расскажу В следующем Выпуске Все друзья Если было Интересно Познавательно Полезно Ставьте лайк Если есть какие-то Вопросы Пишите в комментариях Либо переходите Вообще Если у вас Такие глобальные Вопросы В плане Что-то не работает Переходите В телеграм Наш канал Не канал А чат Там Самураи Друг другу Помогают Я к сожалению Там бываю редко Но как правило Там сообщество Друг другу Помогает И вы продолжаете Движение Не останавливаясь И так же Небольшая Небольшая Если оставишь Коммент Поставишь лайк И колокольчик Нажмешь Или репостнешь Комнатого Тебе подсказка Вот смотрите Документация Я ее переношу С помощью Такого подхода Рамл Есть такой Рамл Синтаксис Который Описывает Опишку То есть Он такой Структура У него Определенная Есть И вот здесь Можно описывать Структуру Документа Потом Из этой структуры Можно сгенерировать Например Вот такой Вот html Это Это как бы Я не html Сами расставив Это Я описываю Вот с помощью Рамл Опишку И генерирую Такой вот html Так вот Я пока этим Это процесс Определенной Рутины И пока Он выполняется Можете перейти По этой ссылке Это та ссылка По которой Занимались Документация По которой Занимались Мои студенты Если вдруг Вы просмотрите Видео И сейчас Документации Здесь мало То можете Воспользоваться Вот этой Описанием Текстовой Документации Здесь тоже Есть Описание Здесь могут быть Ошибки Опечатки Что-то может не работать Но с большего Здесь все должно быть Рабочее Вообще Конечно же Если вы Смотрите уже Не 22 июня А позже Гораздо Может быть уже Осень 2019 года И так далее То тогда уже Ориентируйтесь На эту документацию Потому что она Вполне Все друзья Спасибо большое За обратную связь За движуху Все За те мелкие Но тем не менее Донаты Понимаете Сейчас лето Тяжело Очень Но я стараюсь Короче Бомбить И буду Стараться Перерывы Делать Небольшие Чтобы действительно Да бомбить До конца Потому что Ну блин Начал Иди до конца Начали Иди до конца Ты знать Будешь Круто Айтика Айтика Камасура Айтика